здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую в начале или на старте нового месяца мы переходим на второй месяц весны и уже появляются явные признаки весны если на старте марта мы только могли понимать что у нас календарная весна наступила то по крайней мере в нашей местности то в апреле уже это начинают видеть многие люди и слава богу за то что тенденция к весне а значит и к лету она нарастает и меня всегда это очень радовало и радует потому что просыпается природа просыпается жизнь там где казалось ее уже не было потому что зима она дает свои признаки и ощущение мертвости деревьев хотя они всего лишь спят и они проснутся к весне и что сейчас и происходит поэтому я всех вас поздравляю с тем пробуждением весны весной тех деревьев той растительности которая говорит о том что никто не может остановить божьи законы если бог вложил это в свое творение которое нас окружает поэтому мы живем по законам знаем это или нет они просто есть они существуют и мы в них включены самим богом и так как мы сегодня продолжаем и где-то уже подходим к завершению 23 псалма то стих который сегодня прочитаю он практически уже звучал звучал выше но все равно мы сегодня тоже поговорим поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные и войдет царь славы это как будто бы некоторый припев который повторяется потому что все псалмы которые писал давид они для пения и соответственно здесь идет речь о необходимости задуматься что я поднимаю врата верхи поднимите врата то есть врата своего мышления врата своего сердца врата своих отношений я поднимаю эти врата я приглашаю на территорию своей судьбы такого бога у которого вся власть и все могущество я хочу чтобы царь славы вошел на территорию не только моей жизни но жизни тех людей которые меня окружают страны в которой я живу город в котором я нахожусь а если сегодня я вижу печальные картины разрушений то господь предлагает нам взять от его духа потому что дух господа бога на мне ибо он помазал меня если вы прочитывали 61 главу дальше то увидели что мы принимаем этот дух для того чтобы восстанавливать разоренные города у бога есть созидательная сила и поэтому поднимите врата верхи поднимите эти врата для чего чтобы вошел царь славы я желаю чтобы мы понимали что врата ваши и поднимитесь двери вечные и вот тогда когда двери вечные начинают нам быть близкими и уже видными то мы говорим что вечность она сегодня становится доступной для многих людей исходя из того что она и была в принципе всегда помимо нас но люди которые жили в беспечности мало кто задумывался о вечности и думал что ну когда-то она где-то кому-то будет понятно если она или нет но сейчас наверное все меньше и меньше остается людей которые не задают себе этот вопрос а если жизнь после после вот этого физического пребывания в теле если жизнь да и потому господь предлагает нам сегодня поднять врата верхи чтобы вошел царь славы и двери вечные открылись чтобы мы сейчас уже понимали что когда мы с богом здесь на земле выстраиваем контакты отношения то нам эти двери вечные будут благословением то есть мы туда войдем в вечность с нашим небесным отцом потому что для него мы распахнули свои двери и для него мы подняли врата но если человек продолжает уходить от бога вечность все равно в его судьбу придет только она придет не та который бог приготовил ведь у него есть две полярности с одной стороны есть вечность приготовленная для дьявола и ангелов его эта вечность не готовилась для человека но если человек выбирает остаться на этой позиции то тогда эта вечность становится для него уже приготовленная и вот в этом-то как раз и наш выбор сейчас поэтому так важно этот выбор не сделать неправильно либо не отдать его в противовес каким-либо ветром которые нас могут унести вправо или влево не быть флюгером а быть человеком который делает выбор и делает его осознанно небесный отец я благодарю тебя что мы можем вызывать к тебе и просить тебя о помощи просить о благословении просить о твоем помазание которое нам сейчас надо мы подходим к вратам вечность как человечество мы подходим к этим вратам и нам надо чтобы царь славы проявил себя нам важно чтобы твое присутствие царственности распахнуло сейчас перед нами твоими воротами твоими возможностями возможностями, Твоими красотами. Поэтому, Дух Святой, я приглашаю Тебя и Твое могущество на территорию своей жизни и жизни тех людей, кто задумывается о вечности и сейчас принимает решение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»